Второй потенциал, то, что нужно сохранять, безусловно, и с этим соглашаются и западные аналитики, и все наши эксперты, обыкновенные люди, это наши дороги. И дороги это то, что действительно у нас хорошее, у нас даже убирает дороги лучше, чем в Европе, и надо сказать отдать должное нашим коммунальным службам, нашим дорожным службам. Но пример того, как нужно использовать данный капитал, Беларусь дает отрицательный. Смотрите, когда дороги начнут зарабатывать на нашу страну, когда они дадут нам доход, когда они будут безопасными, когда они будут комфортными и гостеприимными. Давайте посмотрим на безопасность дорог. Здесь я не говорю про качество покрытия, с этим все нормально, но вот представляете себе, едет фура из Польши через территорию нашей страны в Россию, везет товар, либо товары легкой промышленности, либо мебель из Италии, и вот на границе ее останавливают, находят в кабине у водителя два блока сигарет, изымают не только два блока сигарет, не только фуру, но и весь товар. Конфискация. И это бич нашей страны. Мы дошли до того, что даже страховые компании России не страхуют грузы, которые идут транзитом через нашу страну. В результате даже наше правительство посчитало, что если бы у нас с этим было все в порядке, тогда бы в казну получили около миллиарда дополнительных долларов налогов. Это вот к вопросу о том, где взять деньги на модернизацию, и это всего лишь один маленький фрагмент того, где у нас есть ресурсы. Беларусь мне напоминает, знаете, золотую, большой золотой склад. Причем золотой склад давно никто не открывал, он порос мохом, он покрылся где-то плесенью, и нужно просто этот весь потенциал раскрепостить. Дороги будут хорошими, прибыльными тогда, когда они будут гостеприимными, когда человеку можно будет поесть, отдохнуть, даже переночевать. И вот с этим тоже огромная проблема. Придорожного сервиса просто нет. И нет потому, что у нас люди не понимают, что на этом можно зарабатывать, можно создавать рабочие места, а потому, что у нас есть жесткие бюрократические припоны. Я вам покажу, вот столько нужно сделать бумаг, собрать в течение двух лет для того, чтобы открыть маленькое придорожное кафе. Скажите, пожалуйста, кто может это сделать? Доступно ли это обыкновенному человеку, который действительно имеет, ну, некоторую сумму в кармане для того, чтобы сделать этот бизнес? Я встречался недавно на трассе Брест-Минск с одной предпринимательницей. Она пять лет ведет кафе, она уже на изнеможении. Я говорю, а в чем проблема? Бизнес же есть, фур много, вроде должно быть все хорошо. Ну, говорит, да, я два года открывала это кафе, собирала бумажки, убеждала людей. Но потом, я вот сегодня, не бывает и дня, чтобы ко мне не пришли некие контролеры, пожарники, санстанция, милиция, прокуроры, и сказала, не сказали, покорми нас бесплатно. А что такое бесплатно? Это получается вот такой неформальный дополнительный налог. Мало того, что у нас налоги самые плохие в мире, так еще бесплатно корми этих нахлебников. Это то, что убивает бизнес. А попробуйте вы взять землю купить возле трассы. Это еще одна большая проблема. Я вот недавно, когда ездил в Могилев, зашли в кафе попить кофе. Говорим, дайте, пожалуйста, нам бутербродики, кофе, у нас было 4 человека. А мне говорят, мы вам ничего не продадим. Я так удивлен. Ну, мы же все-таки клиенты. А мне говорят, вы знаете, нам новые цены не прислали. Маленькое придорожное кафе 60 километров от Могилева не может самостоятельно принимать решение, потому что кто-то из Минска должен прислать им цены. Это безобразие, это то, что опять-таки закрепощает наш потенциал. Это то, что превращает нас в страну рискованного земледелия, рискованного транзита. И когда самая распространенная торговая сеть в Беларуси называется конфискат, это пятно на нашей репутации. Это то, чего в принципе в новой Беларуси не должно быть. Получается так, таможенники, это как пресловутые солови-разбойники. Они берут добро чужое, берут себе, берут через некие свои подставные компании и зарабатывают на этом капитал. У нас страна, к сожалению, превратилась в страну сплошных соловьев-разбойников, где прав в собственности очень мало. Только большие начальники берут по многому, а мелкие начальники берут по чуть-чуть. Поэтому дороги могут быть нашим национальным богатством, дороги могут приносить нам прибыль и пользу и рабочие места, тогда, когда там будет порядок, когда будет частная собственность, когда там будет правило игры и законность. Второй наш ресурс, который безусловно, и опять-таки все с этим соглашаются, это наши водоемы и леса. У нас 11 тысяч рек и озер. Великолепное богатство, красивейшие места. Знаете, я летом отдыхаю только в Беларуси, Брославские озера, Швакшты, Нарочанские озера, Белое озеро в Брестской области. Это великолепные места, волшебные. Но что нужно для обыкновенного человека? Нужна не только палатка, не нужна и только вода, но также нужно, чтобы там была некая инфраструктура. А с этим у нас большая проблема. В 2004 году правительство принимает постановление о том, чтобы сделать Нарочанский край европейского уровня курортом, заповедником, скажем так. Прошло 6 лет, с тех пор ничего ровным счетом не поменялось. Более того, как утверждает Комитет государственного контроля, целый ряд озер находится в зоне экологического бедствия. То есть государственная программа привела к тому, что сами озера становятся под угрозой данной государственной программы. И опять-таки, это не только раскрепощение нашего потенциала, это не только использование нашего капитала, это как раз и есть способ его загубить. Я расскажу еще одно. Организация Объединенных Наций сказала, что самым ценным ресурсом 21 века является вода. Не нефть, не газ, не металла, а именно вода. Беларусь богата водой. Так у нас, оказывается, под ногами есть своя нефть. Нам не нужно клянчить дешевую нефть и газу России. Нам не нужно говорить о неких там льготах по электроэнергии от Украины. Давайте использовать наш потенциал и будем на этом зарабатывать деньги. Будут нам рабочие места, будут нам социальные программы. Есть еще один важный ресурс, о котором, безусловно, надо сказать. Этот ресурс называется земля. И это тоже очень ценный ресурс. Его нужно сохранять, нужно держать в чистоте, в порядке. Но на земле, вот недавно опять возвращаясь к встрече в Жлобине, мне одна пожилая женщина сказала, на земле должен быть хозяин. Она не экономистка, она не теоретик, она обыкновенный человек. И она говорит вещь, которая является в самом центре современной экономической теории и моей программы. На земле должен быть хозяин. И хозяин сделает так, чтобы она давала хорош-хороший урожай, чтобы она давала прекрасное качество, чтобы ее не использовать. Я взял в студию вот две картошки. Вот, пожалуйста, одна картошка из Белоруссии, другая картошка из Марокко, из Африки. Такая же картошка продается в Минске и из Израиля, и из другой экзотической страны. И вот самое интересное, что иностранная картошка в два раза дешевле белорусской. По качеству они, ну, по сути дела, я по вкусу их не отличаю, поэтому это говорит о том, насколько мы активно используем нашу землю, насколько мы качественно используем наше сельское хозяйство. Мы вкладываем туда много денег, а на выходе получаем убытки, либо эти деньги расходятся по карманам тех людей, имена которых и фамилии, к сожалению, мы не знаем. Земле нужен хозяин. И это та новая Беларусь, которая сделает нас всех зажиточными и европейскими. У нас есть люди, которые своим трудом могут заниматься земледелием, могут делать современный европейский продукт. Возьмем хотя бы сельхозпредприятие СНОВ. Директор этого предприятия, его работники говорят, дайте нам в собственность 10 убыточных колхозов, сельхозпредприятий. Мы сделаем в нем порядок, мы заплатим налоги и убытки, мы сделаем современное аграрное производство, мы увеличим в три раза долю экспорта сельхозпродукции в Россию. И этот потенциал, который, безусловно, нужно использовать, это наш потенциал, это то, что нам, безусловно, нужно. Конечно же, мы говорим о потенциале нашей страны, мы говорим о том, что нам нужно использовать в контексте главного – людей. И вот, конечно, если представить, что Беларусь – это такая большая семья, то в каждой семье все лучшее детям. Все ли лучшее детям в нашей стране? И вот посмотрим, как у нас обстоит дела со средним образованием, как у нас учатся студенты. Я уже говорил, что самым тревожным знаком, признаком того, что в Беларуси надо многое менять, это что каждый второй молодой человек хочет уехать из страны.